я хочу вам показать лавочку лавочку вампиров смотрите как она выглядит это просто нереально простая работа но над настолько интересно выглядит людям понятно и быстро делать ну как быстро делается если вы будете иметь хорошего мастера кузнеца который живет в белоруссии его вот работы уже много раз показывал вот так они выглядят только непонятно представляете здесь была кровь теперь что с ней стало надо разбираться у тех кровь есть а это кто-то у него украл кровь смотрите белая вода ну ничего себе а там сайте красный вот такие вот у нас вампиры это комары такие которые здесь живут ну смотрите речка такая не речку любят и они вот здесь разводятся и самое интересное это такая лавочка лавочка родильное логово представляете роддом для вампиров для этих как его для комаров посмотрите я не обману не завидно или нет смотрите вот у них такая живопись вот здесь это какой-то зик ян мама зюзя представляете это папа буян шумиха лайка кока вот такие здесь и которые еще беременные а который уже папа родили приехал забирать и какой-то тоже мама звезда вообще замахалась а дети и и дразнят и вот такое родильное логово там они живут и вот смотрите какие комары это такая лавочка и ножичек у них есть вот они вот так вот охранять эту лачку ну еще мы сюда видите закладные такие сделают сюда будет дерево зашиваться ну потом я отдельно покажу вам и вот смотрите это приемный покой вот здесь сюда не гнездятся и здесь происходит роды то что там уже залазить и рожаться понимаете размажаться а это какой-то главный вампир там основоположник рода вампирского этого этих как его комариного и вот смотрите какой красивый такой такой домик живы не хочу ну вот такая интересная лавочка сейчас я еще по кругу вам покажу то есть ну есть там три-четыре фильма как мы и говорили каркасы ну меня не получается делать полноценные там какие-то фильмы чтобы мастер-классы но только могу обзоры только много обзоров могу делать потому что мы работаем хозяину не нравится когда я хожу среди рабочего дня снимаю или там то есть это его напрягает поэтому я снимаю после рабочего дня так как 10 часов тяжело и работать и снимать а потом сейчас собирать фильмы охота вам показать чем мы занимаемся поэтому обрабатывать не получается фильм ну еще и youtube там столько козни короче нас отключили от денежного пособия так куда бедно какие-то денежки падали было интересная работа ну по любому я буду вам показывать работы я как бы не голодаю ну и охота показать ну вопрос времени чтобы снять полноценный фильм надо очень хорошо постараться ну это такая вот лавочка вампирская то есть с этой стороны просто солнце светит отсюда хорошо видно ну видите она прилегает вот к такому мини цветочнику ли они не альпийской горки где потом потихонечку посадят цветы а здесь вот делается набережная ну вот это прокопали мы сюда заложим такой вот трубу по которой будет вода сливаться там может водоемы поделаем этим комарам это водоема мало мы еще элитный водоем сделаем с подогревом где можно купаться не только вампирам комарам но еще и людям и может рыбы кое разведем там планируется делать водоем ну не знаю хватит ли сил с ним заниматься ну вот как бы все равно вот такие вспомогательные работы мы ведем и там шланг чтобы с водоема можно было сбросить воду чтобы не выкачивать ее а сбросить ну и вот видите как бы лавочка выглядит вот так а сейчас вы смотрите как выглядит ну давайте цветочник что ли спрашивает какие фундаменты да вот такие фундаменты фундамента здесь нету просто выварен такой каркас и и а пьян сетки и просто обмазанный ну так как на нем веса нету и сам этот цветочник он и велись фундамент то есть там нечем упадать если это кирпичный дом или там что-то серьезно тогда надо делать железобетонный фундамент а здесь вот ему ну как бы просто ломаться нечего ну вот набережная вот смотрите набережная здесь видно вот набережная есть вот это фундамент смотрите это есть фундамент там арматура кинули такой ригель или как там ленточный фундамент называйте его как хотите проливка идет но очень важны смотрите вот очень важные поперечные вот такие вот видите арматура заложена это поперечный фундамент один смотрите вот 22 видите фундамента они закапаны вот вот третий фундамент закопаны. Вот видите, третий фундамент. Это для того, чтобы вот эта набережная не ползала. Понимаете, речка рядом, грунты здесь глинистые и мы заложили такие поперечные фундаменты и потом и залью плиту. За счет вот этих поперечных фундаментов, вот этих вот, он будет держаться, не сползать. То есть вот такая подготовка идет, потом армировка и этот фундамент ляжет на вот этот фундамент, то есть на него. Этот будет так езжать нагрузки, а этот будет поперечной нагрузки. То есть схема есть, она достаточно простая и потом вот эта вот весь дорожка ляжет на вот этот мостик. Понимаете, мостик, вот он парамированный, если пересмотреться сюда, вот сюда, вот это тоже мини-фундамент идет сюда. Вот он сюда идет, здесь железобетон, и то есть вот эта вся конструкция держит всю плиту то есть вот так вот вот так идет работа по набережной и он видите столбы здесь будет светильники и эти светильники потом будет освещать набережную ну такой небольшой фильм как показал а это смотрите вот кого интересует это наш растворный узел он накрытый потому что были дожди ну вот ну солнце не знаю на то то наверно вес ну вот короче вот тонны идут в день на ратона цемента уходят а то и больше полторы тонну то что немного люди работают и вот и щебенка идет и раствор песок все уходит то есть а это вот дорожки подсыпка ну посмотрим со временем мы будем бетонировать я покажу что с этого получит